Это пятый по счету аграрный форум. Я не могу не представить наших генеральных спонсоров Ростсельхозбанк. При поддержке форум проходит Министерство сельсового хозяйства Российской Федерации и проводит данный форум ведомости. Ну что ж, я предлагаю начать нашу стратегическую сессию с темой спрос на высокие технологии, новые цифровые решения ВПК и, конечно же, начать с представления наших уважаемых спикеров, наших участников сегодняшней сессии. Я заранее всем благодарю, что все нашли время и участвуют в этом мероприятии. Я понимаю, что это самое простое время, но тем не менее, вам всем огромное спасибо. Итак, Светлана Геннадьевна Барсукова, генеральный директор Агросила. Любовь Викторовна Любаева, директор Центра развития финансовых технологий Ростсельхозбанк. Олег Сергеевич Бондарев, глава фермерского хозяйства Бифстори, он сегодня с нами онлайн. Юрий Сергеевич Васильков, коммерческий директор Интера. Мария Василькова, старший инвестиционный директор АФК Системы. Константин Дубин, эксперт по внедрению цифровых решений в АПК Коннектом АИ. Денис Дудкин, директор сельскохозяйственного направления в России, Республике Беларусь, Узбекистан и Монголии, компания Тримбл. Наталья Николаевна Крошенник, директор по развитию агробиотех направления кластера биологических и медицинских технологий фонда Сколково. Наталья сегодня с нами онлайн. Анна Игоревна Кудинова, генеральный директор Экзофарминг. Анна, приветствуем вас. Иван Геннадьевич Чепенко, директор Коломенской ягоды. Иван сегодня с нами тоже онлайн. Большое спасибо, что смогли подключиться. И Алексей Николаевич Швейцов, коммерческий директор Ростельмаша. Он сегодня с нами, как говорят, вживую. Сейчас в наше время это очень актуально. Итак, мы начинаем нашу страцессию. Она у нас будет разделена на несколько блоков. Блоки очень актуальны. Мы обсудим тематику использования цифровых технологий, и вообще технологий в целом для получения экономических эффектов, в первую очередь, в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве. Мы обязательно обсудим систему управления сельским хозяйством, системные подходы, экономические эффекты применения отдельных технологий, в том числе точечного земледелия, трансформации технологического цикла, автоматизация обязательно сельхозтехники. Но без средств производства, понятно, что мало что может получиться. Ну что ж, переходим, продолжаем небольшой технологический тренд, который неизбежно связан с экономикой, как они, собственно, предприятий, агропромышленного комплекса. ExacFarming – платформа, позволяющая участникам эффективно управлять агробизнесом, своевременно принимать решения, снижать риски и существенно увеличивать прозрачные взаимодействия как для конкретного клиента, так и между участниками платформы. Взято с сайта уважаемые компании. Сегодня с нами Анна Кудинова, генеральный директор. Анна, расскажите нам про платформу. Как все начиналось? Зачем? Для чего? Какой спрос? Как люди пользуются? Спасибо большое за представление. Я седьмой год занимаюсь агротехом, и седьмой год на разных мероприятиях слышу один и тот же вопрос. Несмотря на то, что звучат позитивные примеры, вот как сегодня, от агропредприятий, от тех, кто с ними работает, вопрос звучит так, стоит ли внедрять технологии, несмотря на все эти примеры. И как все начиналось? Агротех, так же, как и технологии в других различных отраслях, он развивается от интереса непосредственно к технологиям, попробовать технологию ради технологии, к вопросу денег. И вот сейчас как раз настал наконец тот самый момент, когда люди задаются вопросом, как технология поможет заработать конкретные деньги, каким образом и, собственно, какая технология позволяет это делать. И опыт показал, что максимальный эффект дает применение технологии, если она, во-первых, ориентирована на конкретные задачи, и она, что очень важно, проста в использовании. Как говорят коллеги, правильно, совершенно, она внутри может быть в rocket science, но она должна быть максимально дружественна для пользователя, иначе сама технология станет еще одной проблемой, которую придется решить сельхозпроизводителю, вместо того, чтобы ему помогать. Мы на это делаем как раз очень большой упор. По сути, эталон дружественности пытаемся создать для сельхозпроизводителя, чтобы было просто начать с этим работать. Во-вторых, технология, инновация дает максимальный эффект, когда она идет на стыке с отраслевой экспертизой. И тогда решаются, собственно, те перечисленные две оставшиеся проблемы, которые, возможно, не проблемы для тех, кто может себе это позволить, налететь на какие-то ошибки, но есть те, кто не может себе этого позволить, и они испытывают определенный страх. Мы увидели как раз, как это работает в этом году, проведя масштабный проект, совместный с компанией Фосагра Регион по всей стране, когда агрономическая мощная экспертиза агрономической службы Фосагра Регион шла рука об руку с инновационными технологиями, которые использовались в интересах клиента, для клиентов. И что важно, клиент получал новые некие процессы, цифровые в том числе, которые давали ему, как экономический эффект в текущем сезоне дали, показали опытным путем, так и клиент теперь может, и по итогу сезона продолжает использовать это уже самостоятельно, масштабируя дальше на свои площади, какие-то дополнительные. Собственно, что это были за такие процессы? Поподробнее о них и о том эффекте, который удалось достигнуть. На слайде видно невооруженным глазом как раз карта продуктивности поля, где показаны неоднородности и как на этих неоднородностях выглядит подсолнечник. Видно прям разницу выраженности, мне кажется, всем. В цифрах она составляла 6% в желтой зоне и 10% в зеленой зоне. То есть это то, что можно получить дополнительно, дотянув красную зону к остальным. Собственно, процесс в чем заключался? Первое, что можно сделать достаточно просто, быстро и на больших масштабах, это проанализировать продуктивность полей, выявить причины, по которым так или иначе ведет себя это поле и как раз сформировать стратегии работы с этими участками, чтобы улучшить состояние тех зон, которые потенциально могут быть более продуктивными. И эта работа, которая делается в сезоне текущем, мало того, что дает прибавку как по количеству урожайности, так и по качеству его на разных культурах, по-разному, так и работает на будущий сезон, что важно. То есть следующая культура на этих полях также будет показывать более эффективную урожайность и более равномерную по качеству, потому что работа с плодородием – это работа на будущее. Это очень важно. И, собственно, здесь показаны прибавки урожайности, которые удалось достигнуть. Это было сделано благодаря тому, что платформа, проанализировав большое количество данных, дала возможность агрослужбе «Фасагра-регион» подобрать опытным путем такие системы питания, системы работы с полем клиенту на определенных культурах быстро достаточно, чтобы выровнять эти зоны продуктивности, получить прибавку. И прибавка по экономическому эффекту достигала на разных культурах от полутора тысяч рублей на гектар до семи с половиной тысяч рублей на гектар. Но цифры на гектар, они, скажем так, не дают всей той масштабной картины эффекта. Например, вот на поле с подсолнечником была выбрана технология, совместно с клиентом, естественно, были посчитаны деньги, потому что мало вырастить, очень много урожая, должны еще деньги сойтись в итоге, можно слишком много потратить при этом. Так вот, была выбрана опытным путем совместно с клиентами такая для каждого из них технология, которая бы давала именно прибавку прибыли с гектара. И вот на конкретном поле по подсолнечнику была взята технология, которая давала пять с половиной тысяч прибавки прибыли, но на поле это почти два миллиона рублей. И это не про экономию, это про дополнительные заработанные деньги. И после того, как такая технология была подобрана, агрономическая, с помощью платформенных решений она легко достаточно масштабируется автоматически на поля с похожими характеристиками. Это делается внутри экзактфарминга в виде систем питания, автоматически считаются и потребности в разных элементах, и есть внутри этих систем питания зашитые ссылки, по которым клиент может также перейти на онлайн-торговую платформу Фосангры, где прямо заказать удобрения, может, те, которые ему были подобраны необходимы в нужном количестве. И при масштабировании этой истории на 100 тысяч гектар, вот мы посчитали среднюю прибавку прибыли для клиента по разным культурам, она может стоять на 100 тысяч гектар до полумиллиарда рублей, дополнительно заработанных денег. И это как раз те деньги, которые можно дальше инвестировать в развитие в том числе. Это дает, подчеркну, совместное решение отраслевой агрономической экспертизы и технологий. Но есть во всем этом чудесном процессе такой тонкий момент, за который на конечном шаге все может споткнуться. И этот момент звучит как контроль. Поскольку мало того, что нужно все правильно, грамотно запланировать и принять к исполнению, надо еще исполнить. И вот контроль за внесением, что внесли, куда внесли, когда внесли, это должно быть сделано в моменте внесения прямо с поля, это должно быть сделано без использования ручного труда, и у людей нет времени чего-то где-то там впечатывать, вносить в моменте, в сезоне. И это человеческий фактор, про который сегодня говорился. А где человеческий фактор, там ошибки. Где ошибки, там нет точности. И поэтому мы совместно с компанией FASAGRREGION в этом году разработали еще одну технологию совместную, которая позволяет в режиме реального времени, без ручного ввода, учитывать ввод минеральных удобрений, их доведение до поля и их учет в привязке к конкретным полям, конкретных клиентов. И здесь я попрошу сейчас присоединиться Максима Сергеевича Заточного, директора по развитию компании FASAGRREGION, чтобы он подробно прокомментировал, как работает эта технология. Да, добрый день, коллеги, меня слышно? Слышно, Максим, да. Добрый день, спасибо, Анна, за такое обстоятельное превью. Практически уже все рассказывали, и фактически рассказали про технологию. Ну, наверное, я попробую поподробнее немножко остановиться на некоторых моментах. Когда мы обсуждали вообще всю эту технологию с крупными адроходами, мы постоянно поступал заказ на обеспечение контроля движения минеральных удобрений, таким образом, чтобы они контролировались на каждом этапе. То есть поступление на склад, списание на склад, со склада и так далее. Доставка доходов. При этом техническое... Мы проанализировали несколько технических решений, определили, что это будет тоже элемент цифровой маркировки, потому что техническая сторона реализации данной идеи абсолютно не нова. Достаточно много и часто цифровая маркировка используется в различных отраслях. Вот мы проанализировали все возможные опции в данном вопросе и решили, что наиболее эффективным в данном случае будет использование технологии NFC, это технологии радиоэлектронных меток, для того, чтобы обеспечить как раз-таки реализацию следующей технической задумки. Что сильно ограничивает сельхоз товаропроизводителя, того, чтобы, так сказать, получить, дать системе данные, которые она может анализировать. Ну, ограничивает, в первую очередь, большая доля ручного труда. Для того, чтобы избежать данного процесса ручного ввода, мы решили применить технологию NFC, когда каждая упаковка МКР с минеральными удобрениями будет снабжаться определенной радиоэлектронной меткой на системе NFC, достаточно обычного сотового телефона с поддержкой технологии NFC, крайне дешевого, обычного касания этой метки, для того, чтобы соответствующий вид минерального удобрения прямо отразился на соответствующем поле, уже в агрономической системе. То есть это, технически это происходит так, касание телефона, тут же это удобрение отражается в агрономической системе, как внесенное примитивно конкретному полю. То есть никакого ручного труда в данном случае уже для сельхоз товаропроизводителя, который хочет применять эту технологию и хочет увидеть минеральные удобрения, какие были внесены на конкретных полях, и когда они были внесены. Никакого ручного труда в данном случае не существует. Для крупных холдингов эта технология раскрывается через призму обеспечения контроля за сохранностью удобрения, когда не только удобрение отслеживается до списания со склада, но неизвестно куда уехало, но и когда мы видим это же самое удобрение, внесенное на конкретное поле в конкретный момент времени и отображенное в аналитике этого поля. Что дает эта технология? Технология эта дает возможность минимальным ручным трудом отразить процедуру применения минеральных удобрений в конкретных полях, соответственно получить в систему данные, в дальнейшем, если получаем данные еще об эффективности, об урожайности по конкретным полям, проанализировать и выбрать наиболее лучшие системы питания и потом их уже проанализировать и предложить с учетом конкретных агрономических условий дополнительные, более улучшенные еще системы питания. Максим, спасибо большое. Мы, к сожалению, очень сильно уходим по таймингу. Спасибо еще раз вам. Спасибо Анне за свой замечательный доклад. Прекрасная история. Ну и последнее слово, если есть какой-то интерес у агросельхозпроизводителей, то у нас есть, кстати, видеоматериал. Мы протестировали эту технологию в полях, и мы готовы провести проект пилотный на полях сельхозпроизводителей. Обращайтесь. Спасибо еще раз. По-моему, прекрасная история. Продолжение следует...